Братцы, некоторые ремарки по поводу видоса, который вы сейчас увидите. Прежде всего, поскольку у нас огромное количество неокрепших всё-таки по состоянию на сейчас умов, хотя так было во все годы, во все времена, во всех историях на нашей голубой планете, отнеситесь, пожалуйста, к этому с юмором. Второе. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо нашим очарательным зрителям, которые всё ещё, чему-то несмотря ни на что, подписываются на нашу телегу, на наш дзен и на наш рутюб, поскольку рутюб начинает потихонечку работать, работать и работать. Все серии дублируются с небольшой задержкой. Сначала, естественно, основной площадкой всё ещё остаётся YouTube. Посмотрим, что будет дальше. Дальше всё это идёт ВК, рутюб, дзен и так далее. С небольшой задержкой выходит. ВК, по-моему, выходит быстрее всего. Это связано с автоматическим перегрузом, и сервера, как правило, загружены, поэтому уж что. Хотите смотреть на телевизоре, немножко подождите, посмотрите на YouTube. Отдельный респект всем нашим подписчикам на Boosty. Ну, во-первых, за то, что вы нас поддерживаете. И кому-то из вас, когда у нас будет сходка 1 декабря, мы отдадим нашу А4А6. Или А... А, нет, А4Б6. А4Б6. Ну, короче, А4Б6. Аудио. Вот. Значит, за там на Boosty есть подписчики, есть наблюдатели. У подписчиков всё видно, они смогут смотреть серии раньше всех и без единой рекламы. А у наблюдателей всё заблюрено. Поэтому, пожалуйста, смотрите, кто вы. И отдельное спасибо вам за поддержку. Ну, а теперь смотрите серию. Когда я сказал, что приедут наши очаровательные подписчицы, сразу появился Илья Владимирович. Наш секс-символ. Рассказывать очень долго. Все ссылочки самые полезные в описании. А вы смотрите серию. Был там один эпизод, когда током ударило. Я думаю, что вы напишите комментарий по этому поводу. Смотрите, братцы. Наслаждайтесь. Не, ну а что? Георгий Александрович, а это что? Это наши подписчицы, и они хотят. Чего они хотят? Москвичи оживить. А ты что подумал? Дело в том, что не так давно вот эти очаротные девушки нам написали. И говорят, Георгий Александрович, вы же работаете по алтаймерам. Ну вот. И мы говорим, конечно. Ага. Они говорят, а мы купили москвич. Дело в том, что он здесь стоял в гаражном кооперативе, его уже хотели на свалку. А девчонки его приобрели для того, чтобы отогнать к себе на дачу и там эксплуатировать. Москвич? Да. А почему москвич? А почему москвич? Даша, а почему москвич? А у бати такой был. И голубого цвета. Вот хочу такой. Ненаказуемо, Илья Владимирович. Тем более вы, как секс-символ, что это? Ну, во-первых, вы как наш секс-символ. И, между прочим, наши подписчицы в Телеграм прислали нам фотографии. Мы там ее даже опубликовали. Где ты такой? Портрет. Да, да. Видел я. Жесть какая. Короче, приступаем к оживлению. Значит, мы не очень много знаем про эту машину, но, надеюсь, она плюс-минус комплектная. А где дача? В Тосно. В Тосно. Прекрасно. Давно я в Тосно не был. В общем и целом, как-то так. Технические жидкости есть на что-нибудь? Есть тормоза. Тормозуха есть, антифриза, как всегда, нет. А кто умеет ездить на механике? Я. Все. А вы умеете ездить на механике? Да. Серьезно? Конечно. Офигеть. Чему ты удивляешься? Знаешь, когда я видел последний раз женщину, которая умеет ездить на механике? Они учились на механике, скорее всего, в автошколе. Это моя бывшая жена только умеет ездить на механике, больше никто. Что-то начало. Ну, видимо, теперь нет. О, даже фильтр. Даже горел. Даже хлопал, даже обратные вспышки были, да? Угу. Ну, прекрасно. Так, что у нас с топливом? Топливные шланги, хоботы, все задубело. Так, черты мои матери. Сцепление есть? Есть. Даже чисто. А вы реально на нем поедете? Да. Конечно. И вот там с другой стороны еще штука есть. Понимаете, вот приятно, когда принимают активное участие. Понимаешь? Шар. А маникюр есть? Есть. Обалдеть. Вот сейчас мы лайков наберем. Так, контакты, не контакты. Это всю историю мы почистим. Меня больше интересует, есть у нас вращение двигателя. О, Илья Владимирович. Ну, смотри, либо все хорошо, либо слишком легко. Потому что... В Москвич должно быть все хорошо. Да вам вообще продавали он как живую машину? Сказали, что ездила. А давно? Ну, лет 20 назад. Лет 20 назад. Илья Владимирович, это уже наш профиль. Конечно. Так, масло. Слушай, ну оно присутствует, конечно. Нет, оно вообще практически ниже минимума. Надо доливать. Ничего страшного. Ничего страшного. Масло дольем. Масло есть. Флейка есть? Есть. Флейка есть, все, есть. Я не знаю, у кого можно озадачить этим. Да что ж ты такое говоришь-то? Ну, что они стоят? У нас же есть обезжириватель. Давай помоем. Это слишком просто. Что? Не, ну это ладно. Вот это определенно лучше все-таки. Вот масло на доливку. Ёушкин, Дрэй. М6. Что, как положено? Подожди, каковано? 2004 года дата изготовления. Ну и что? Ну реально 20 лет, да. А почему нет? Ну что, зачем обманываться? Ну, нет. У нас есть нормальное масло. Пожалуйста. Есть нормальное? Работает? Нет, это лучше. Сейчас работает профессионал. Илья Владимирович. Ты что там делаешь? Пока ничего. Зря. Что нужно делать? Ну, просто здесь мне нужна твоя консультация. Какая? Вот с этой стороны автомобиля мне сейчас нужна твоя консультация. Просто есть у меня вопросы по поводу искры на самом деле. Какого-то рода характера. Так. Будет у нас искра или не будет у нас искры? Конечно будет. Думаешь будет? Как ей не будет. Тоже верно, действительно. Ты уже вижу, тебе же искры. Конечно. Тогда я тут же езжу. Ладно. Успокойся. Я спокоен. Нет, мне все нравится. Все прекрасно. Прекрасно. Масло в двигателе у нас есть. Вот. Теперь дадим питание. Что-то мне подсказывает, что они сами ее заведут сейчас. Конечно. Все возможно. Главное, правильно. Что делать? Руководить. Не зря, что я работал в автосервисе. Не зря, что я сексимул. 20 лет. 20 лет. Уголотил вообще. Даже юристы говорят, что это срок. Понимаешь? Там видно. Профессионалы. Так, электричество. А, девочки, отдайте ключи. Есть ключи же, да? Конечно. А, ну вот и хорошо. Будьте любезны. Смотрим. Благодарю вас. Отлично. Так. Ох ты, господи. Здесь, конечно, ну, налицо, да, определенного рода. Вот это нейтраль, скорее всего. Бардачок. У нас есть мануал. И, судя по всему, нитроглицерин. Ну, мало ли, что-то пойдет, не так будем переживать. Так. Свет не горит. Свет не горит. Может, аккумулятор у нас дохлый. Что такое? Разобралось? Так, это... О! О! Я попробую покрутить, Леш. Руки, ноги. А? Что-то горит, да? Кручу. Нет, не кручу. Надо бустер. Аккумулятор мертв. Да, ничего не работает. Так, бустер есть. Электричество есть. Окей. А там есть у нас в баке что-нибудь показывает бак? Нет? Минус ноль. Минус ноль бак показывает? Минус ноль. Ничего не есть. Тормоза даже есть. Это добавление масла есть. Дай подожди, я на жижи посмотрю. Да, Владимир Владимирович. Все-таки потрясающе. Я понял. Что такое? По подъему терапорта. Ну, тут, конечно, так. А вам далеко от Тосно? Ну, в районе на Варисино. Мне просто интересно, может, вы улучшите на эвакуаторе? Или вы хотите устроить? Я не мотивативно, не поехать. Женский Ротхил? Ну, что, мы ее зря покупали. Лео Владимирович, давай искру проверим. Радио не поет. Бывает. Что? Ничего. Пожалуйста. Мы сейчас будем искать искру. Для этого нам нужно выкрутить свечку. Первого цилиндра, я подчеркиваю. Да, и смотри, вроде все получается. Нет, безусловно, мы сейчас произвели только что инструктаж, как это делать. Ну, а с другой стороны, если они где-то в Тосно, вот на дачу у себя, поедут на озеро и встанут, и нужно будет просушить свечи, они нажмут на газ, покрутят стартером, свечи просушатся. Но, поскольку машина стояла 20 лет, надо сейчас свечи... Надо ли делать? Все правильно ты делаешь? Делаешь все идеально. Так в другую сторону. Так в другую сторону. Так. Да. Вот. Да, да, да. Вот. Все. Не снимай. Еще чуть-чуть. И вот тебя. Давай, на нас. Опа. Отлично. Продолжайте в том же духе, отлично. Вот уже пятихатку сэкономила, заменил свечей. Опять же, понимаешь? Вот это мне нравится. Работают профессионалы. Крути давай. Смотри, подруги уже начались. Да крути давай. Нормальных мужиков-то нет. Да давай. Продолжаем, да. Все отлично. Как ты там говоришь, можно за этим вечно смотреть? Вечно просто. Это можно стрим запускать, понимаешь? Под крути у нее свечей. Не было ни больше, ни меньше. Уважаемый... И отойду. Уважаемые подписчицы, если у вас есть Волга, Москвич или какой-либо другой автомобиль, пожалуйста, смело пишите на почту нашему менеджеру, она есть в описании. Мы приедем абсолютно бесплатно, поможем вам оживить автомобиль. Я все сказал. Месседж. Загнал. Да? Да. Что у нас тут? Свечи. Свечи. Такие они. Такие они, да. Чалые. Чалые. О-о-о. Вообще, мы уже оживили достаточно много автомобилей. Но зачем вам-то это? Если можно просто зайти на дром и найти более свежую и качественную машину. И приобрести ее непосредственно от собственника. Потому что там огромное количество объявлений от собственников. И это большой плюс. Вот давайте сейчас зайдем на дром и посмотрим, что у нас в Петербурге можно взять за 500 тысяч рублей. Ну вот, например, вполне себе достойный и весьма неплохой пыш. Не знаете, что он отличный? Так просто почитайте отзывы. Они у дрома от реальных владельцев. Между прочим. Поэтому, братцы, чтобы быть уверенным в конкретно выбранном именно вами автомобиле, обязательно проверяйте его при помощи полного отчета на дроме. Так что за новой тачкой и динодром ссылочки я оставлю в закрепленном комментарии. Совсем беда. ДВ. Ну их надо колить, Илюш. Надо все выворачивать. А, нет, давай все посмотрим, есть искра или нет вообще. В принципе. Давай. Давай. Так. Угу. Смотри, Даша, сейчас мы будем проверять искру. Если она будет, это очень хорошо. Ана тем временем вращает барабан. Давай. Нет, нет, искры. Это плохо. Ну как-то крутится очень легко. И это тоже плохо. На самом-то деле. И мне вот это вот очень не нравится. Вот это вот многообратно вспышка есть, да? Ну что-то было. Все горело в чертовой матери. То есть могут быть трудности. Ладно, давайте смотреть, что с контактами. Ну и параллельно на самом деле надо свечи прокалить. Ну потому что так мы не заведем ничего. Никогда. Может у нас есть новые свечи, надо посмотреть. А-17. ДВ. Нету откуда. Понятно. Да, конечно. Ладно. Прокалим. Следующим этапом нашего марлезонского балета нам нужно проверить, приходит ли питание. Значит, вот этой замечательной контролькой тыкаем на плюс. Вот сюда должен приходить плюс. Разверни, чтобы диоды были видны. Так, тыкай на гайку. Не бойся, сильнее. Сильнее тыкни в нее. Вот, зеленый. Хорошо. Включим зажигание. Есть? Так. Ничего. Лев Владимирович, а пошевели педрохранители, пожалуйста. Там какой-то этот самый. Да-да-да-да. Да, это будет очень хорошо. Так, зажигание. Есть. Хорошо. Теперь. Выключи зажигание. Теперь посмотрим, есть ли у нас контактная группа. Потому что там тоже бывает. У нас с Петром Юрьевичем было пару раз. Потому что были проблемы. Бывало даже, что искра в землю уходила. Значит, теперь, смотри, вот эту крышку придерживай. Ты эту крышку придерживай, а туда тыкай. Вот сюда, на этот контакт. Да. Электричество есть. Здесь масса есть. Если сейчас будет размыкаться, будет хорошо. Итак, поехали. Вращаем барабан. Крути. Есть искра. Есть. Видно? Видно? Да. Чего? Не, ну, хорошие новости. То, что вы уедете, прям шанс прекрасный. Искра есть. Это хорошо. Вот, хорошо. Ну, это не страшно. Все в порядке? Видно? Просто вообще, перчатки независимых экспертов, они преимущественно диэлектрические. Да. То есть, какие-то вольтажи были сняты? Выдерживают. Выдерживают? Все в порядке. Ну, ты что? Ты же на укралей бы съедешь. Так я говорю, все в порядке. Мы прокаливаем свечи. Да. Мне хорошее оживление, мне нравится. Мне тоже. Мы все можем оживить. Здесь же обеда. У любого. У вас огонек погас. Потрясающе будет сериал. Переборщил ты. Сам сказал, хорошо кипит. Нахаляется ситуация. Что есть, то есть. А, вы фоткаетесь? Да, давай с нами. Прекрасно, я готов. Все, хватит. Они уже фоткаются в своем новом москвиче. Что-то сбывается. Вообще, надо брать удары доком на вооружение. Не боюсь. Не надо. Такие, значит, небольшие, низковольтные. А что? Вот ты мне скажи, Леонид Владимирович, ты в детстве в школу конденсаторы таскал? Нет? А у нас это прям был культ. Я знаю, но... Ты не таскал. Мы в процессе, батька. Друзья, девчонки сегодня должны уехать. Обещали, во всяком случае. Уже переживают. Надо площадку освобождать. Ну, что? Так все? Все? А, не, не все. Не все? Да. Скоро будет все. Где здесь первая? Вот. Вот вторая. Третья, четвертая. Ладно. Даже задняя есть. Даже задняя есть. Попробуем. Так, Анна, нажми на газ. Нажала? Да. Какая здесь первая камера, а какая вторая? Надо сменить адреналин. Ну, не помогло. Да? Ладно, я сейчас принесу. Опять сфокусировался. На последствиях воздействия электричества. Так, адреналин здесь. Нажми. О, та гораздо лучше. Офигеть все. Да, на всякий случай, да. А то только мужа ударила, не хотелось бы обратную вспышку. Чуть-чуть подсос на себя. Газ отпусти. Она знает, где подсос. Офигеть. Поехали. Уникальные девушки. Ну. Подсос убери. Газ в пол. Чуть-чуть подсос выдвини. Нет, нет, нет. Подсоса меньше. Наполовину. Давай, родной. Давай, 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 давай. Отпусти газ. Илюш, побудь газом. Ну, давай, что ты. Я понял. Отпусти. Нажми на газ, Илюш. И подсос убери. Что-то такие вспыхи. Видишь, мотор очень легко крутился. Есть вероятность наличия отсутствия компрессии. Да. А газ нажат. А мы даже пальцом компрессию не померили. Надо было. Увлеклись. Как говорится, папа Карло увлекся работой. Есть объективные раздражающие факторы, которые отвлекают. Давай еще разок. Ну, все, у нас сейчас шел, бустер шел. Все, все. С кондачка не получилось взять. Да. Это нам сейчас не нужно. Это нам сейчас тоже не нужно. В общем, решили мы все-таки, на всякий случай, поменять провода и свечи. Уж больно они были чахлые. Я к тебе один вопрос. А почему мы сразу этого не сделали, а? Так, вращайте барабан. Можно попросить профессионалов на этот раз, Илья Владимирович? Уж простите. В пол, газ! Да, отлично! Я вас поздравляю, вы поедете. Надо топливо делать. Сначала просто давай нальем в бак. И будем искать, где потечет. Просто ты, ну, ты пойми, если бы мы сразу поменяли свечи и провода, то же, какой смысл? Мы потеряли такие потрясающие электрические кадры и воздействия электричества. Соберись. Я собран. Хорошо. Я думаю, наш зритель нас поддерживает в комментариях. Конечно. Скажешь, что вы так... О, музыка есть. Давай бензоль наливать, скорость темнеет. Что, предлагаешь DFM наболтать? А, или ты крутишь? Я крутил. Ляд ты, красавчик! Вот советская техника, да? Не говори-ка. Удобненько, как на американцах. Так, главное, чтобы не было дырок, отверстий. Ну и всего остального вообще во всей топливной системе. В шлангах, да. Взяли аккумулятор и береговое, потому что бустер высосало. Но это неудивительно. Надо будет еще этого самого фриза налить. Или сначала воды, потом фриза, потом посмотрим. Сейчас главное, чтобы топливный насос функционировал. И здесь ничего не потекло. Пока так, посмотрим. Да нет, Илюш, я думаю, что стрелочка не колыхнется. Я думаю, там уже весь он уже заржавельный сделал. Максимально. Ты сколько налил? Около 10. Ну, нали хотя бы 15. Я понимаю, налей еще пятерочку. Давай, давай, хорошо, давай, давай. Что ты матом-то ругаешься, как не в себя? Демон. Только много не лей. Первая камера, которая ближе сюда, к забору. Как всегда, вовремя мне кто-то звонит, но сейчас не до этого. Посмотрим. Надо, чтобы насос прокачался. Прекрасно. Давление. Давление, давление. Хорошо. Бензин плохо. Ну, давай еще разок, может, прочухается. Все, больше не лей. Ты что, демон? Хорошо. Ну, давай, давай, родненький. Давай, давай, давай. Давление масла есть. Просто топливный насос прокачайся. Прошу тебя. Работай, 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 работай. Все из наших подписчиков хотят в Тосно. Ни ничего не лей. Да? Да? Есть контакт? Все. Давление масла есть, это есть. Еще раз так сделаешь. Вообще не образ. Стой, стой! Да, блядь, что ты творишь, что у нас нет антифриза? Вообще не грамма. Это не страшно. Как это? Ну, может, немножко. Видишь, что ковшик животворящий делает? Волшебный. Волшебный. Как бодро. Врос, конечно, немножко. Но сейчас колеса... Наливайте, наливайте антифриз. Сейчас колеса... Наверное, все же придется подкачать. Земли тут. Зарядка у нас есть. Есть зарядка, да? Да. Великолепно. Короче, сразу наливаем антифриз. Прогреваем. Пробуем стронуться. Я, на самом деле, не шучу. Они сейчас реально на нем поедут. Это правда. Потрясающе. Потрясающе. Так, главное, чтобы не попекло, не отсюда. Илья Владимирович, глуши срочно. Прям совсем срочно. Очень быстро глуши. Еще быстрее глуши. Что не так? Бензин херачит. Херачит или он пролит? Нет, он херачит вот отсюда, с этой самой прокладки топленого насоса. Надо снимать. У меня вроде были запчасти. А вы что молчите? А что нам говорите? Не будь. Нам хочется ехать. Это понятно. Я смотрю, что мы не скоро уедем. Скоро, скоро. Ну? Нет, так не пойдет. Мы хотим сегодня. Нет, нет. Песня такая была. Нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, 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 нет. Мы хотим сейчас. Ладно, еще посмотрим. Ну, на самом деле, сначала приняли решение несколько подтянуть. Потому что прокладки, конечно, есть, но сейчас все это перебирать. А уже темнеет. В крайнем случае у меня есть электрический топливный насос. Ага. Потому что мы уже переходим на штатную схему. Да, порядок. Огонь. Все. О, секундоверчик. Давай. Давай, давай, Илюш. Ты же мой герой. Давно стоял. Здесь все отводы поставили. Стой! Стой, Илюш. Стой, стой. Глуши. Давай все-таки колеса подкачаем. Так, начнем с переднего. Прекрасно. Здесь все прекрасно. Так, Илья Владимирович. Наденете. Я сейчас защелкну. Между прочим, хороший компрессор. Беркут. На секундочку. Качает быстро. Все, play. Просто уже темнеет, на самом деле. А по темноте ехать такое себе удовольствие. Что? Конечно. А это мы еще с Тимуром Дмитриевичем много раз пурили. Камерные колеса всегда качаются. Да вроде бы ничего. Ну что ж. Ваши ощущения перед тем, как вы сейчас окунетесь в яркий мир. А, я смотрю, вы уже устали. Нет, нет. Мы очень уже идти. Мы хотим ехать. Уже пора. А не прям. А? А не прям. Уже начинает давлеть. Типа, давайте быстрее. Мы хотим ехать. Хорошо. Все вниз. Много. Ты уже мчишь? Конечно. Прекрасно. Но это главное. Илья Владимирович, запускайте двигатель. Можем ехать. Отойдите, сейчас тут будет разворот. И вот так, и туда-сюда. Не стали девчонкам доверять отсюда выехать. Им же еще ехать. Сейчас Илья Владимирович разрулит. Он живой? Хотя советская техника зачастую всегда живая. Проходим. Вообще отлично. Сигары, да, офигительные? Стопы работают. У-ху. Вау. Не, ну, дверь машины. Сейчас Илья Владимирович развернется. Нормально? Да. А? Да. Ну и слава богу. Пора ехать. Да. 65-й год. Цена 28 копеек. Вы сразу в аптечку полезли? Ну, так, конечно. Ну, да. Смотри, какой я... Поверьте, отличается от современных или нет. Там, кстати, новые правила по аптечкам ввели. Какие? А это что? Я сейчас не помню, но там что-то должно быть. Контрацептива. Ой, это нашатырь. Мне-то как вам до тос, надоедите, пригодится. И глицином закините. И глицином закините. На шатыря понюхайте, глицином закините. И дальше обратно в город. Слушай, вы реально... Зачем он вам? Ну, блин. Память, а вот... Блуд, имена. Мне было 4 года я на таком ездила. Один раз проехалась. Вот сейчас мы... Сейчас будет второй. Сейчас будет второй. И потом еще, знаешь. А ты даже сколько на таком откатала? Я? Нисколько. У меня батя ездил. А что, порулить недавно? Нет. Как так-то? Ну, я маленькая была. Совсем маленькая. Спасибо. Ну, вот такая, блин, что... Такая, очень тяжело рулить. Не порулишь. Не порулишь. Ладно? Георгий Александрович, если мы сломаемся по дороге, вы же нам поможете? Конечно. Конечно, конечно. Приедем, поможем. Ну, позвони? Да, ради бога, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Ну, они сказали, что они умеют ездить по механике. Серьезно. Давай посмотрим. Мы этого не видели. Опа. Уверенно. Реально или нет? Реально, да. Только двери надо закрыть. Ну, я думаю... Да. Они же по-любому сломаются где-нибудь. Конечно. Обязательно сломаются. Мы поедем чинить? Конечно. На дачу. Сначала чинить, а потом на дачу. Я вообще предлагаю спросить у наших учредных подписчиков, как нам поступить? Сразу на дачу? Или сначала починить? Или потом починить? На дачу. У меня как-то не получилось. Починить на дачу. Починить на дачу. Да. Звучит же? Да. Хорошая серия будет называться. Починить на дачу. Москвич. Что-то так и назовем эту серию. Аня и Даша, которые хотели. Москвич. Имеют. Москвич. Хотели и имеют. Москвич. Всем мира, добра, удачи. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Нужно ли нам ехать на дачу? Пишите в комментарии. Да, и кстати, нашим подписчикам на бусте мы отдадим ауди. Ссылочка будет в описании. Тоже подписывайтесь. Заговорились. Они, наверное, уже сломались. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова